Шоколадный протеин. Шоколад это всегда классика. Сывороточный протеин шоколадный. Никогда не прогадаешь. Всегда вкусно, независимо от того, какой это бренд. Ребята, сейчас я делаю себе перекус после завтрака. Это сывороточный протеин. Дальше. Мы по планам сегодня идем в магазин, делать закупку на ближайшие три дня из тех продуктов, которые я обычно потребляю в своем рационе. Дальше. В том числе я хочу показать вам продукты, которые я бы точно не стал брать в магазинах. Пойдем мы в Азбуку Вкусы. Это самый ближайший и самый часто посещаемый мной магазин. Ребятки, вот точно. Кто-то будет говорить о том, что почему такой дорогой магазин? Давай подешевле. Мы же всегда стремимся к тому, чтобы покупать самое качественное, самое лучшее и независимо вообще никогда не смотреть на цену. Но я буду все равно покупать продукты, которые относительно любого магазина будут по ценнику намного дешевле, чем остальные продукты. Поэтому просто смотрите и подбирайте их в своем уже, в своем магазине, в котором вы закупаетесь. Это мой самый любимый протеиновый коктейль, который я использую между основным приемом пищи в качестве перекуса. Иногда перед сном, ну как за часик, за полтора. Этот последний ингредиент – псиллиум. 10 граммов псиллиума. Содержит в себе примерно 7 граммов клетчатки, которая супер важна для усвоения всех нутриентов, для лучшего пищеварения. Шоколадный протеин на воде с вишней и черной смородиной. Плюс столовая ложка псиллиума. Бест чойс. Пожалуй, я свяжусь перед выходом. Это энергетический чай с натуральным чайным кофеином, эльтианином и гималайской марингой. Он был создан профессиональным спортсменом из Турции, который сам искал для себя здоровую альтернативу энергетическим напиткам. Поясню подробнее. Чайный кофеин в составе – это здоровая альтернатива обычному кофеину. Эльтианин – основная аминокислота зеленого чая. Обеспечивает равномерное и плавное высвобождение энергии, не создавая энергетического всплеска и затем резкого упадка сил. Когда эльтианин сочетается кофеином в эффективных количествах, он нейтрализует негативное действие кофеина. Не позволяет ему повышать кровяное давление, вызывает раздражение, тревожность. Это отличает ПИН от обычных энергетиков. Еще один уникальный ингредиент – это экстракт листьев маринги, который является суперфудом и богат антиоксидантами и витаминами. Они поддерживают энергию и иммунитет. Узнал про марингу, которая растет в гималайских горах. Это самый мощный антиоксидант среди всех суперфудов. К тому же чайный напиток ПИН не содержит сахара и калории, что очень важно для людей, занимающихся спортом и следящих за своим весом. Как в общем и для всех, кто стремится поддерживать хорошую физическую форму. Это абсолютно натуральный напиток. В составе экстракт черного и зеленого чая, экстракт листьев маринги, подсластитель стевия. В этом напитке вся сила натуральных и природных компонентов. Поэтому он называется ПИН – Power in Nature. Очень вкусный чай, непритерный и освежающий. Натуральный вкус для меня самый любимый из трех вариантов. Так что его я особенно рекомендую. Вдобавок еще заряжает энергию через короткое время. Поэтому идеально для занятий спортом и активного отдыха. Я попросил у ребят промокод на скидку. Делюсь также и с вами. Минус 10% на все напитки ПИН с 18 октября по 15 ноября. На Озон по промокоду на экране. Ссылка в описании. Заказывайте. Сейчас мы направляемся в магазин. Я сразу вспоминаю те ситуации, когда я учился в университете и хотел набирать мышечную массу. Да даже еще раньше, потому что я начинал отренироваться 14 лет. Хотелось прям набирать мышечную массу, но не понимал, что можно вообще есть. Что нельзя есть. И сейчас, когда у меня спрашивают такие вопросы, я думаю, блин, да можно есть все, что угодно. Просто нужно оставаться в рамках своей калорийности. И это все приходит на самом деле с опытом. То есть нельзя вот просто сказать, слушай, можешь есть все, что угодно. Но такого не бывает. Очень многим людям нужно говорить, что вот это нельзя. Вот это типа можно. Поэтому мы сейчас пойдем в магазин, и я все покажу. Но на тот момент я точно помню, что для меня было тяжело. Я ел очень, вроде бы, много, но не мог набрать вес, потому что я занимался тогда баскетболом. И тратил огромное количество энергии на то, чтобы просто вот так бегать, прыгать. Ну, в общем, такая ровная нагрузка, прям высокая, объемная, я бы сказал. Я помню, пробрал очень много, делал себе риса, макарон, делал себе куриную грудку, эту вареную, овощи там самые какие-то обычные. Так у меня еще самое главное был очень маленький бюджет. Из-за этого получалась очень типичная, однообразная еда, которая не супер много доставляла удовольствия. Ну, у меня тогда в принципе приоритет стояла именно набор мышечной массы, вот именно создание формы, а не удовольствие, получаемое от самой еды. Вот как сейчас, я и одно, одну цель поддержания формы, в то же время удовольствие от еды я уже научился получать. И для меня тогда, в первую очередь, запрещенные продукты были это те, которые влияли сильно на состояние моей кожи и на состояние моего желудка, потому что ты, когда только начинаешь знакомиться с этими приемами пищи, начинаешь экспериментировать, и понятное дело, что для твоего желудка, для твоего организма это супер непривычно. И на этом фоне, конечно же, ты начинаешь опытным путем понимать, что это нельзя есть, это можно. Сейчас мы также в магазине будем, я буду говорить, что вот это нельзя, это можно, конкретно какие-то определенные продукты, но для кого-то даже те продукты, которые я скажу, типа, можно, они могут быть не очень подходящими, потому что у многих есть непереносимость или аллергические какие-то реакции, о которых, допустим, я не знаю, поэтому нужно все подбирать индивидуально. So, мы начинаем с зоны молочных продуктов. Я думаю, что это мастхэп для каждого уважающего себя спортсмена, который хочет набирать мышечную массу. Творог – это очень крутой источник белка. Но нужно быть внимательным к тому, как ваш организм реагирует. Я, например, сейчас не ем, потому что, во-первых, мне немножко высыпает, и поэтому сейчас на паузу взял, но у меня очень большое желание появляется в зимнее время, когда реально холодно. Что касается сметаны, к примеру, каких-нибудь таких сметаны или сливок, я, если и ем, что добавляют в минимальном количестве и с намного меньшим процентом жира. Что касается каких-то запрещенных максимальных, это продукты с добавками, например, это малина или какие-нибудь персики или йогурты со вкусами, там, манго, неважно. В общем, это те продукты, которые я точно не добавляю в рацион и никому не рекомендую, потому что там есть чистый сахар в составе. Очень важно смотреть просто состав и понимать, что много где добавляют сахара, и стараться их вообще избегать полностью. Также молоко – это все уже индивидуально, насколько вы хорошо сами все это усваиваете. Вот кефир и анцидофилины – очень крутые продукты для того, чтобы обогащать свой организм разными витаминами, минералами, и в то же время улучшать состояние ЖКТ. Вот здесь же у нас идут яйца. Я думаю, что яйца – это самый лучший источник белка в рационе, который вы можете получать. Но не совершайте моих ошибок. Есть их слишком много, потому что может сформироваться определенная непереносимость. У меня сформировалась непереносимость за то, что я съел порядка 10 яиц в день. Это очень многое, но в то же время это суперкрутой источник белка. Но мне зато можно цесариные яйца. Вот если есть непереносимость куриных яиц, есть яйца цесариные, есть перепелиные яйца, можно спокойно есть и не отказывать себе. Вот майонез, к примеру. Это то, что я абсолютно не ем. И даже по соображениям определенного здоровья, в принципе, можно поесть иногда, но вообще не на постоянной основе точно. Это мои запрещенки. Ну как запрещенки, я просто это не ем. Но когда очень хочу, я могу себе позволить ее вообще. В этом у меня нет никаких предупреждений. Даже мороженое какое-нибудь абсолютно easy. Но для тех, кто только начинает свой путь, старайтесь это не есть. Йогурты с добавками, мороженое. Вот такого формата. Также из топ-продуктов я бы выделил сырки. Шоколадные. Со вкусами. Это все то, что я бы точно не потреблял. Что бы я взял из этого набора? Я думаю, что йогурт. Ой, классный йогурт. Вот, мне очень нравится йогурт греческий с повышенным количеством белка. Я возьму себе два. Я скоро буду делать видео с моей любимой гранолой, которую можно готовить на целую неделю. Протеиновая. Сейчас я беру овсянку без глютена. У меня нет непереносимости глютена, но почему-то я заметил, что когда я ем без глютена, у меня переваривается намного лучше, чем когда я ем с глютеном. Это очень странно. Далее паста. Просто пасты обожаю. Я без ума от пасты. Но не всю пасту я ем. Вот я, например, обожаю пасту из красной чечевицы. Я думаю, что это просто открытие. Паста из красной чечевицы. И гречевые муки возьму еще. Супер. Это у меня идет в качестве гарниров. Окей, дальше я беру булгур. Это тоже у меня будет в качестве гарнира. Зоны бокалейные я обхожу всегда стороной. То есть какие-то печенья. Вот такие наборочки. Для меня это уже вообще прошлый век. Я не помню даже когда последний раз я ел такое. У меня дома очень много масла. Я всегда использую оливковое масло. Но обожаю особенно оливковое масло с добавлением трюфеля. Ребят, отрицающий вкус. Обязательно пробуйте. И даже те, кто набирает мышцы, набирает массу, постарайтесь добавлять просто масло в свой рацион. Потому что это добавляет и калорийности в том числе. Далее у нас идут колбасы. Я вообще такое не ем. Потому что зачастую тяжело найти качественный продукт, качественные ингредиенты. Вот прям мясо. Это первое. И второе. Очень тяжело найти колбасы без, например, содержания огромного количества жиров. Они очень насыщены жирами. Поэтому колбасы я не беру. Что касается сыров. Я обожаю сыры. Ребята, сыры это супер. Но будьте внимательны. Сыры супер калорийные. Потому что содержит в себе огромное количество жиров. Там и белка много, но и жиров много. Поэтому можно есть спокойно. Но с каким-то определенным лимитом. Возьму себе сыр какой-нибудь. Так, история дальше у нас идет с рыбой. Ребята, что сказать про рыбу? Ну, вы знаете, это все такая продукция немножко спорная. Поскольку ее можно вообще. А что касается формы, не рекомендую есть много. Потому что в ней содержит огромное количество просто натрия. Вас просто будет заливать сразу. Ну, меня особенно заливает. Но я иногда могу себе позволить спокойно взять слабосоленую, например, лосось. И покушать ее, например, на завтрак. С тостом или с вафлями. Очень круто. Почему бы и нет? Что касается вот этих крабовых, например, палочек. Каких-то нет. Абсолютно нет. Морской капусты. Консервы. Консервы, кстати, я нормально отношусь. Я могу периодически взять тунец и поесть. Это, кстати, тоже большой источник белка. Так же, как и, в принципе, лосось. Обратите на это внимание. Что касается здоровья, это нужно уже задаваться вопросом, насколько это актуально. Ну, нужно более глубоко погружаться в это, для того, чтобы понимать, насколько, с точки зрения здоровья, это полезно или не полезно будет именно для вас. Что касается мяса. Давайте возьмем мясо. Косфиле грудки индейки – это самый оптимальный вариант, потому что это мясо диетическое. Здесь очень мало жиров, но в то же время на 100 граммов порядка 22-23 граммов белка. Это достаточно хорошее количество. Я возьму таких два. В общей сложности здесь получается полтора килограмма. Двигаемся дальше. Здесь готовая еда. С готовой едой ситуативно я могу взять абсолютно спокойно, но в основном пища богатая именно белком. То есть это мясо, это рыба, это какие-нибудь морепродукты. Поэтому то, что в панировке, я стараюсь не брать и вам не советую, потому что огромное количество жиров и приготовлено не очень хорошо для здоровья. Панировка – это не очень история. Так, дополнительный источник белка у нас будет рыба. Я возьму стейк форели. Форель – это такая достаточно жирная рыба, поэтому если брать предпочтительно, то есть с точки зрения там жиров, то лучше брать, конечно, белую рыбу. Но красная жиры достаточно полезные и why not? Это тоже крутая опция. И я всегда ее использую. Чисто мое. Нет, это я не беру. Редко могу себе позволить выпить алкоголь. Нет в этом ничего страшного. Как один из видов расслабления. Кстати, очень важный момент. Сырники. Вот это все, что приготовлено на огромном количестве масла. Я вам рекомендую просто самим готовить более диетические варианты. С меньшим количеством сахара. В таких сырниках огромное количество еще сахара. Будьте осторожны. Просто смотрите состав. Умейте считать состав и понимать, что там. Что касается бейгелов, всяких шоурум, роллов. Все такая же история. Обычное тесто. Огромное количество сахаров. Скрытых жиров, которые вы... Скрытых калорий, которые содержатся в себе. Вот именно эти соусы добавленные. Это все очень вкусно, но, опять же, очень спорно с точки зрения вот именно фитнес-направленности как таковой. Так, пиво, алкоголь, мы все понятно. Выпечка. Вот это все я вообще не использую. А, ну, кстати, why not? Что касается выпечки, всякой муки, сахара я вообще не использую ни в каком виде. Ни тростниковый, ни белый, вообще ни какой-то... Там, соль у меня морская обычная. Что касается муки, я... Какую муку использую я? Вы знаете, для меня это хорошие варианты... Цельнозерновая рисовая мука. Я беру в предпочтение. В меньшей степени это... Обычная, получается, пшеничная мука. Мука гречневая хорошая. Кстати, также я использую в большом количестве нутовую муку, если что-то запекаю. Например, какие-то вафли или панкейки протеиновые, к примеру. Да, пшеничную муку я вообще никак не беру ни разу. Да. Выпечка я вообще очень мало чего пеку, кроме как там всякие протеиновые прикольные вкусняшки для гостей или для меня с утра. О, кстати, вот очень интересный пример. Сухофрукты. Я сухофрукты вообще не ем. Потому что в большинстве своем это, можно сказать, просто сахар. Природный сахар. Ну, какая разница, если это имеет такой же эффект, как и сам сахар. У вас появляется и привыкание, и скачет уровень сахара в крови, инсулин. И такое же количество калорий, которое вы получаете от обычного сахара. То есть это не дает какой-то большой, именно, длительной энергии. Если вы выбираете, например, хотите, ну, думаете, а чем заменить бы обычные десерты. Заменю-ка я, типа, сухофруктами. Да, это то же самое. Вообще нет никакого отличия. Я это вообще не ем. Абсолютно ничего. Иногда финики могу поесть. Вот. Единственное, что. Или обычные фрукты, к которым мы перейдем дальше. Что касается орехов. Я ем орехи. Но, опять же, вот это мой самый любимый орех, ребята. Макадамия. Самый жирный и самый вкусный орех. Что касается орехов. Очень опасный продукт. Все говорят, берите и кушайте орехи как снек. Да, можно, но в большом количестве очень тяжело для пищеварения. Тяжело усваивать сам продукт. И в то же время огромное количество жиров в каждом орехе. Какой бы вы орех ни взяли, посмотрите просто состав. Калорийность. Очень большое количество жиров. Но достаточно полезно для сосудов и для организма. Поэтому там горсточку в день можно съедать спокойно. Для меня один из самых больших стопов, в принципе, как только я начал заниматься питанием, это соки. Я никогда не понимал, зачем люди берут соки. Это же, ну это чисто сахар. Вот вы берете сок. Блин, вот просто для примера. Ну, кстати, хороший сок, потому что здесь только на 100 граммов 11 граммов сахара. Это достаточно хороший сок. Ну, представь себе, выпиваете стакан и... Стакан 200 миллилитров. Выпивая стакан, вы получаете 22 грамма сахара. Это же ужас. Далее, это чипсы. Чипсы тоже не ем. Очень много трансжиров, которые реально негативно влияют на здоровье. Я вообще не беру такое. Все аджики, соусы, очень... Кстати, в них я не вижу прям каких-то катастрофических минусов. Их периодически можно есть. Я думаю, что это абсолютно в порядке. Да, вот это все минус. Бакалейный отдел в магазинах для меня это минус. Сразу я вообще не захожу, ничего не уберу. Огромное количество сахара, трансжиров. В общем, лучше придумать что-то свое. Готовить или взять, брать какие-нибудь протеиновые альтернативы. Так, кофе. Переходим к кофе. Хороший отдел, что мне сказать. Я регулярно пью кофе, поэтому беру обычный дрип кофе, который взрывается в пакетик, фиксируется на стакане и заливается кипятком. А, вот, кстати, энергетики. Что касается энергетиков. Вы знаете, ребят, вот энергетики, они содержат в себе... Все бы ничего, если бы там состояли энергетики. Состояли, такие есть энергетики. В основном из, например, каких-нибудь аминокислот. Или добавок в формате, там, чайного какого-нибудь кофеина. Но в большинстве своем они содержат в себе... Вот, смотри, состав газированной воды. Да, сахароза, глюкоза. Ребят, на 100 миллилитров 11 граммов сахара. Выпивая один вот такой, одну такую баночку, а здесь пол-литра. Вы съедаете 55 граммов сахара одной баночкой. Если вам прям очень нравится, берите Zero. Но вообще я бы ставил полный крест на таких энергетиках. Лучше брать натуральные энергетики, типа кофе, матчи, зеленого чая. Овощи это всегда классно. Я рекомендую есть в большинстве своем зеленые овощи, которые богаты именно клетчаткой и благоприятно влияют на наш организм. В принципе, все овощи благоприятно влияют. Главное, иметь определенную меру и понимать их состав и калорийность. Потому что, например, та же картошка, тоже овощи, но достаточно калорийные. Я вот хочу взять лисички и приготовить сегодня запечь вместе с мясом лисички. Я регулярно так же беру авокадо. Возьму два авокадо. Итак, зелень. Зелень мое самое приятное. Я регулярно беру, особенно когда я только начинал, я рекомендую всем тем, кто начинает или в процессе, понимание, что вообще можно и что нельзя. Можно вообще спокойно кориандр. Ну, это кинза, петрушка, зелень любая, укроп. Это очень круто. Добавляйте в свой рацион. Это очень вкусно. Мы двигаемся дальше. Это фрукты. Вот фрукты, вы знаете, у меня достаточно такое пограничное отношение к ним, потому что они, в большинстве своем, ну, они содержат в себе не только фруктозу, но и сахарозу. И чисто к сахарозе у меня нет никаких вопросов, как бы все понятно. Это один из источников энергии, так же, как и фруктоза. Но просто заменять, например, обычные десерты фруктами постоянно и думать, что вот фруктовая диета, я на ней похудею. Нет, абсолютно. Так же они содержат в себе калории и быстрые сахара, потому что фруктоза, сахароза это быстрые сахара, которые дают быструю энергию и такой же быстрый ее спад. О, дальше, ребятки, варенье, у нас варенье, все чисто сахар. Я вообще, вот меня спрашивают, что нельзя есть. Не кушайте варенье, господи, не добавляйте это. Опять же, все-таки не хочу говорить категорично, рекомендую не есть вот просто варенье, не есть вот такие подсластители сильные, мармеладки. Мне кажется, что у нас дети в огромных количествах такое потребляют и потом разбираются всю жизнь уже с тем, что можно, а что нельзя есть. Мед – это крутой продукт, но это такой же сахар, как и остальные продукты. На 100 граммов меда, 80 граммов углеводов. Я его ем иногда абсолютно нормально, но опять же, там, чайную ложку в день, например, или вообще очень редко у меня получают чайную ложку, например, в неделю. И то с чем-нибудь я просто добавляю, например, панкейком, и абсолютно окей, но не на постоянной основе. Так, у нас раздел хлеба. Что говорим про хлеб? Да, знаете, можно ли хлеб есть? Я не рекомендую есть хлеб, если вы встаете, вот, например, на сушку. Потому что это быстрые углеводы, они дают, большую энергию, но в то же время большой спад. Быстрый спад энергии вниз. Я люблю, например, гречневый. Вот такой хлебушек хороший. Или, к примеру, вот этот хлеб. Просто потрясающий. Белково-полбенной. Я не смотрю особенно на пищевую ценность, потому что она более-менее понятна. Это источник углеводов у нас в первую очередь, а потом уже белков. Возьму себе хлеб, просто на всякий случай, если хочется что-нибудь поснекать. Все остальные пшеничные хлеба я не рекомендую. Это соус-соу-вариант. Если хочется чем-нибудь перекусить, то будет классно, например, брать тосты готовые, тельнозерновые желатели, и кушать их спокойно вместе с какими-нибудь источниками белка. Например, это будет тунец или семга. Что-нибудь из-за этих вариаций. И мы переходим к снекам, которые я просто обожаю. Один из всех вариантов, которые я могу есть спокойно и не париться о том, что это как-то сильно повлияет на мою фигуру. И это, опять же, очень крутой вариант для того, чтобы заменять те бокалейные продукты, которые обычно люди покупают домой. Например, там, пачку овсяных печеньев. Я обожал это делать, но я уже перестал. Я теперь выбираю, например, какой-нибудь протеиновый батончик беру, к примеру. Вафельку могу взять. Или какие-нибудь, я не знаю, вкусящие снеки. Why not? Это всегда круто. Кстати, один из вариантов очень классных снеков таких фруктовых это яблочные чипсы, к примеру. Это всегда лучше, к примеру, чем сидеть дома, например, перед телевизором смотреть, кушать, вернее, какие-нибудь печенья или батончики. Чуть их забыл про заморозку. Что из заморозки я беру? Для меня самое вкусное это, конечно же, и что я регулярно промеру, это ягоды, которые добавляю, вот как в начале ролика, например, в протеин. Это вот черная смородина, к примеру. Я ее себе возьму, потому что она у меня закончилась. Так, например, вишню можно без косточки взять. Тоже классный вариант. Но у меня дома еще полно вишни, я даже не буду это брать. Что касается овощей, why not? Особенно в зимнее время, когда цены, например, на овощи просто подскакивают до небес. Это один из хороших вариантов заменять овощи. Спаржа, горошек, грибы какие-нибудь. Картошку фри. Нет, для меня это то, что я вообще не ем. Поэтому, что касается рыбы, например, тоже хороший вариант. Чем бы и нет. Взять, к примеру, кальмары разморозить, приготовить. Это очень хороший источник белка, морепродукты. и рыба. Так, ну что, давайте подытожим. Самый лучший источник белка, который я вот захожу и вижу в магазине, это то, что мы увидели. Это рыба. Это будет замороженная, это будет слабосоленая иногда. Свежая рыба, которую можно запечь, сварить, все, что угодно можно с ней сделать. Предпочтительно, это белая рыба, потому что содержит в себе меньшее количество жиров, но в то же время красный тоже нельзя ее убирать из рациона, потому что она содержит большое количество и полезных жиров. Если входить в рамки своей калорийности, то это супер вариант. Дальше, самый лучший вариант белка, это у нас куриные яйца, но опять же, в меру для того, чтобы не было сформированной непереносимости. Далее, это творог, а также из молочных продуктов. Если у вас есть непереносимость, лактоза или что-нибудь такого, не нравится, например, йогурты, можете брать козьи или овечьи, тоже как одна из опций-альтернативы. Я не беру со вкусами, разными, то есть, это сразу минус. Дальше мы двигаемся. Хороший вариант у нас белка, это также из молочных сыр, но достаточно калорийный, поэтому здесь нужно иметь определенную меру, понимать сколько чего. Но я всегда добавляю свои продукты, свои блюда, сыр разного формата. В основном овечьи, потому что мне вкус нравится. Из белков также у нас дальше идет колбаса, я ничего такого не беру. Я беру мясо, но в основном диетическое это у нас получается грудки, индейки, курицы, утки. Бедра периодически беру, то есть, в этом нет ничего такого тяжелого, если брать бедра или голень, потому что там не такое большое количество жира. Так что у нас касается дальше белков, это источники протеиновые батончики, это в меньшей степени крупы всячески разные, они тоже содержат себе белки растительного формата, они менее предпочтительные, чем животные, имейте это в виду, имейте это в виду. Но, например, какие крупы богаты реальным белком, это киноа, это гречка, это также у нас идет булгур, поэтому также имейте в виду, вбивайте свою калорийность и смотрите, сколько белка вы съели. Из минусов и 100 продуктов у нас вся бокалийная лавка, все, сразу минус, чипсы, сразу минус, соки, сразу вообще, я даже не смотрю в ту сторону, фрукты, много не ем, чуть-чуть можно поесть, но немного, такие же сахара. Из овощей, пожалуйста, все, все, что угодно, но предпочтение зеленым овощам богатыми и зелени, богатые клетчаткой. Из углеводов у нас получается, я специально сейчас даже взял, это у нас хлеб целинозерновой белковой полбиной, это паста, спагетти из красной чечевицы и овсяные хлопья и булгуры. Идеальные зелени я взял шпинат, тимьян, овощи и лисички. Господи, лисички, моя любовь. Что касается жиров, в основном я их получаю из растительных продуктов, это масло, это оливковое масло, это масло оливковое также с трюфелем, я обожаю, это мой фейворит просто. Также я получаю жиры из авокадо, жиры также я получаю вместе с лососем, это белковый такой продукт, богатый жирами, и из сыров, к примеру. Это очень большой пласт жиров, который я получаю и думаю, что из каких-то еще дополнительных продуктов типа мяса, говядина, свинина или баранья, свинина в меньшем количестве я ем. Что у меня еще, допустим, я сейчас холодильник открою, вот у меня протеиновые снеки, они у меня всегда есть, я их употребляю, если мне хочется что-нибудь сладкое в качестве десерта съесть, вот пожалуйста, или например у меня есть фрукты. Все. Также в описании я срезюмирую продукты, которые я не употребляю в своем рационе, те источники углеводов, которые я рекомендую, источники белков и жиров, которые я рекомендую для пищи с точки зрения и здоровья и с точки зрения для нашего тела, с точки зрения вот именно фитнес-ориентированности. Иди сюда, кошка. Вот, поэтому это все я продублирую. Пишите свои темы для следующих выпусков, мне это очень ценно, оставляйте свою обратную связь и увидимся в следующих роликах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok